Эту траву счищаю. Я лично сама вот так счищаю. Она каждый год растёт, потому что песок из-под дома выжимает оттуда. Вот эта вода остальная сюда, которая идёт вот сюда, вот там сейчас можно посмотреть, она течёт вот сюда под дом. От этой отмостки, в которой сейчас растут даже деревья, почти ничего не осталось. Во время осадков вода течёт под дом, а ещё размывает склон, на котором он стоит. Так и до беды недалеко опасаются люди. Только вот, по словам жителей, эту проблему их управкомпания не решает. На неухоженную детскую площадку, разбитые ступеньки у подъездов и текущие козырьки люди жаловались даже в управление ЖКХ. После этого, спустя год, по словам жителей, козырьки у подъездов отремонтировали. Но сделали работу тяп-ляп, и от осадков они не спасают. А в подвал дома и вовсе страшно зайти. Кругом один мусор. В данный момент нет света. И здесь склад мусора. И голые трубы топления, которые уже не доходят до наших квартир. Почему такое творится в подвале жилого дома, люди искренне не понимают. Кроме того, с наступлением морозов, несмотря на работающие в квартирах батареи, некоторые жильцы будут замерзать. Во-первых, потому что утеплитель, которым когда-то обшили часть стены, со своей задачей не справляется. А во-вторых, в одном из подъездов не хватает труб. Их срезали около 10 лет назад. Раньше вот здесь были трубы, и здесь были трубы. Все срезали и ничего не повесили. Стена холодная, дверь на улицу вот рядом. Очень холодно в квартире зимой. Невозможно жить. Да и о каком энергосбережении может идти речь, возмущаются люди. Если окна в подъездах старые и не закрываются, а некоторые разбиты, то есть часть тепла из помещения уходит на улицу. За помощью жители дома обратились к общественникам неделю назад. Те выявили немало нарушений в содержании дома. Акт проверки уже направили в жилинспекцию области. В течение месяца выйдет инспектор и зафиксирует все те нарушения, а их здесь порядка 20 мы выявили, которые мы посчитали, что это действительно нарушение. Если это подтвердится, то будет выписано предписание и, соответственно, будут поставлены сроки на исполнение. Общественники из ЖКХ контроля пообещали, что будут следить за ситуацией в доме. Его, к слову, обслуживает городская управляющая компания, у которой немало проблемных домов по всему городу. Почему-то, по словам людей, без вмешательства общественников и телевидения оперативно их вопросы не решают. У этого дома на улице Чайковского, к примеру, аналогичные проблемы. Одни и те же нарушения, такие же битые стекла, открытые или их вообще нету, такое же отсутствие утепления в подвале. То есть ситуация одинаковая. Паспорта готовности, о чем они должны докладывать в управлении ЖКХ города, но они, я так понимаю, не соответствуют действительности. Поэтому администрация обязательно должна обратить внимание на это. Ту же отмостку жители и вовсе частично сделали сами. Чтобы хоть как-то остановить воду, подсыпали и утрамбовали асфальтовую крошку. Входы в подвалы были в аварийном состоянии, а после ремонта скоро вновь пришли в негодность. Более четырех месяцев проходил ремонт. Очень долго, именно непосредственно под моим патронажем, иначе бы вообще ничего не было сделано. Сделано крайне некачественно. Подвалы на данный момент текут. Текут как крыши, так и стыковые швы. Обращались в управкомпанию? Обращались. Более года мы ждали каких-то изменений, ничего не было проделано. Как решать накопившиеся проблемы, управкомпания начала обсуждать с жителями буквально накануне, после обращения к общественникам. С жителями провели общее собрание. И сейчас руководство пообещало, что план работ для решения самых насущных вопросов подготовят и согласуют с людьми до конца недели. Все упирается у нас в денежные средства. Денежных средств на доме катастрофически не хватает. Тариф низкий для полноценного обслуживания всего дома. Здесь необходимо, можно поменять и пластиковые окна установить в подъездах. Можно всю отмостку забетонировать по периметру. Можно выполнить косметический ремонт всех подъездов. Но на все на это нужны деньги. То есть те работы, которые мы выполнили, соответственно, тоже вчера с советом дома проходили, смотрели. Там, где у нас есть замечания, соответственно, мы уже их определили и какие-то вещи будем устранять. Что касается повышения тарифов на содержание дома, то управкомпании должны это документально обосновать на общем собрании. И жители вместе должны за это проголосовать.